Добрый день, уважаемые участники вебинара. Пишите, пожалуйста. И я очень рада, что вы сегодня нашли время и подключились к нашему эфиру, потому что у нас сегодня есть такая возможность встретиться в таком современном модном формате вебинара. И благодарю вас за то, что нашли время. И как бы хотелось сказать, что лето подходит к концу, а скоро наступит новый учебный год. Все родители и все ученики готовятся к школе, готовятся к новому учебному году. И каждый раз возникает вопрос, а по какому же учебнику мы будем сегодня в этом году учиться? Какой учебник выбрать? И так же, как и родители, мы тоже задаем этот вопрос, какой учебник? И сегодня мне бы хотелось вот так вот немножко ледиевато обозначить тему нашего сегодняшнего вебинара. Это подготовка к новому учебному году с новыми пособиями издательства посвящения по французскому языку. Вы видите эту тему на экране. И прежде чем мы с вами перейдем к такой основной части нашего вебинара, я бы хотела немножко с вами познакомиться. Ведь и вы же спрашиваете своих учеников, как вас зовут, откуда вы. Вот и я сейчас хочу задать вам вопрос, какие регионы у нас сегодня представлены. Напишите в окошке рядом, откуда вы, какой регион вы представляете. Ну и пока вы пишете, то я немножечко обозначу структуру нашего сегодняшнего вебинара. Доброе утро. Итак, первое у нас пособие. Первая линия – это линия учебно-методических комплектов «Твой друг. Французский язык». Эта линия предназначена для учащихся со 2 по 11 класс для обучения французскому языку как первому иностранному языку. Линия начинается со 2 класса, как вы видите на экране. Третий, четвертый, пятый класс представлены учебниками в двух частях. Дальше у нас идут учебники 6-го, 7-го класса. 7-й класс тоже в двух частях. И дальше с 8-го по 9-й в одной части. Обращаю ваше внимание, что учебники со 2-го по 9-й класс сейчас находятся в федеральном печени. Учебники с 10-го по 11-й класс выпущены в качестве учебных пособий. Но они также выполняют функцию учебника. Авторами учебно-методических комплектов «Твой друг. Французский язык» являются следующие авторы. Антонина Степановна Кулигина, Мария Геннадьевна Кирьянова, Татьяна Васильевна Корчагина. И с 5-го по 11-й класс это Антонина Степановна Кулигина и Алла Викторовна Щепилова. Чем же отличается учебно-методический комплект «Твой друг. Французский язык»? Это линии учебно-методических комплектов, которые адресованы учащимся общеобразовательных организаций, которые изучают французский язык в качестве основного иностранного языка, начиная со 2-го класса. Цель данного курса – развитие личности учащихся посредством иностранного языка и формирование у них способностей к межкультурной и межличностной коммуникации. Основными особенностями учебно-методического комплекта «Твой друг. Французский язык» являются в первую очередь соответствия требованиям федерального государственного общеобразовательного стандарта. Также учебник отвечает современному коммуникативно-деятельностному подходу к изучению французского языка. Обширный разнообразный страноведческий материал, связан с такими предметами, как литература, история, культура. В каждом блоке есть своя четкая структура. Также обращаю ваше внимание на современное внешнее и внутреннее оформление данных учебников. Учащиеся активно вовлекаются в творческую, в том числе проектную, деятельность. В учебнике широко использованы аутентичные материалы, а также даны ссылки на ресурсы интернет, чтобы учащиеся могли работать также с ними. И, конечно, на протяжении всей линии идет последовательная подготовка к сдаче ОГЭ. И учебник с 5 по 9 класс постепенно выводит учащихся на уровень А2+, к 9 классу. Так, мы еще раз видим с вами все обложечки учебно-методического комплекта со 2 по 11 класс. И сейчас мы более детально остановимся на учебниках начальной школы. К учебникам начальной школы относятся учебники, рабочие программы, которые выложены на сайте, рабочие тетради, книги для учителя и аудиокурс, которые также представлены на сайте, и вы можете его скачать бесплатно, прописи для 2 класса, тестовые контрольные задания и электронная форма учебника. Обложки данных учебных изданий вы видите на своем экране. Это и прописи, и рабочие тетради, книги для учителя, рабочие программы и тестовые контрольные задания. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что в 2018 году вышли переработанные издания рабочей тетради для 4 класса, в которую был включен раздел «Ревизион». В нем проверочные задания, которые позволяют проводить промежуточный контроль знаний, которые получены в процессе обучения. Данные задания учащиеся могут выполнять как в классе, так и дома. Следующей ступенькой нашей встречи является линия «Твой друг французский» для 5-го, с 5-го по 9-й класс, в которую входит учебник, рабочие программы, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс, портфолио и электронная форма учебника. Основные компоненты вы видите на экране. Это рабочие тетради, дальше портфолио, внизу зелененькие обложки, и книги для учителя, сиреневые обложки. Обращаю ваше внимание на то, что рабочие программы, книги для учителя и аудиокурс вы можете скачать на нашем сайте. Остановлюсь поподробнее на таком компоненте, как портфолио. Наличие такого компонента позволяет зафиксировать ученикам свои достижения и выявить сложные для него моменты. Материал данного раздела предлагают учащимся в качестве домашнего задания, а затем проходит проверка в классе. У нас есть портфолио с 6 по 10 класс. Каждому учебнику портфолио размещено на сайте. И вы можете бесплатно скачать, посмотреть и попробовать результаты этого портфолио. В портфолио есть такие темы, которые вы можете видеть сейчас на своем экране. Это анкеты. Такие разделы, как проверка понимания раздела «Ауте Олясюм», рубрика «Формьё компрандра» и раздел «Лёпаспорт». Основными характеристиками учебников для 10-го и 11-го классов линии «Твой друг французский» является то, что языковой материал отобран с учетом возрастных особенностей учащихся в старшей школе. В учебниках высокая степень повторяемости как лексического, так и грамматического материала. Находит работа с разными типами текста. Рассказ, интервью, объявления, анкеты и далее. То, что вы можете видеть на экране. Работа с учебником предполагает как индивидуальную, так и парную, и групповую работу. А интеркультурный подход к содержанию обучения позволяет научить учащихся диалогу России и Франции. Идёт параллельная информация как о России, так и о Франции. Также учебник позволяет организовать широкие возможности для настоятельной работы. Ну и, конечно, задания в формате ИГЭ позволяют учащимся совершенствовать свою подготовку к государственному экзамену по французскому языку. Ну, стоит упомянуть о том, что данные учебники, как мы уже сказали, выводят на уровень А2+, в 9 классе и Б1+, в 11 классе. Что входит в состав учебно-технических комплектов для 10 и 11 классов? В первую очередь это учебник, рабочие программы, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс и портфолио. А также электронная форма учебника к учебному пособию. Напоминаем вам, что учебные пособия для 10 и для 11 класса, они выпущены в качестве учебных пособий, но они полностью выполняют функцию учебника. В июне-июле месяце 2017 года выпущены тетради для 10 и для 11 класса. Следующей нашей линией является линия французских перспективов. Линия начинается со 2 класса и заканчивается в 11 классе. Эта линия предназначена для учащихся, которые изучают французский язык как первый иностранный язык на углубленном уровне. Сейчас на экране вы увидите все обложки, которые представляют наши учебники этой линии. Напоминаю, что все учебники включены в федеральный течень. Авторами линии французских перспективов со 2 по 11 класса являются Надежда Михайловна Касаткина, Татьяна Васильевна Белосельская и так далее. Вы можете увидеть это все на экране. Так, и сейчас мы поговорим о составе учебно-методического комплекта французской перспективы. И в состав учебно-методического комплекта входит учебник, рабочая программа, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс и электронная форма учебника. Рабочую программу, книгу для учителя и аудиокурс можно найти на сайте. И немножечко поговорим об особенностях данных учебно-методических комплектов. Учебно-методические комплекты в французской перспективе полностью соответствуют федеральному государственному стандарту, имеют коммуникативно-когнитивный подход к обучению. Каждый урок имеет четкую структуру, которая формирует интерес к культуре Франции, к ее традициям и к обычаям. Также стоит отметить разнообразие аутентичных текстов разного стиля и жанра. Также в учебниках представлен обширный социокультурный материал, который опирается на зрительное восприятие учащихся. В учебниках применяются современные технологии обучения, такие как групповая работа, проектная деятельность, а также развивающие обучение с применением межпредметных связей. В учебнике французской перспективе выводит учащихся на уровень А2 плюс в девятом классе и В1 плюс в одиннадцатом классе. Ну и пока что мы с вами на таком на экваторе нашей встречи. Хотелось бы задать вам вопрос, а какие учебники вы чаще всего используете в своей работе? Напишите ответы на этот вопрос в комментариях. Очень нам было бы интересно послушать. Ну и пока что мы с вами остановились на послушании информации о учебниках, которые используются в качестве первого иностранного языка. И мы постепенно переходим к изучению французского языка как по второму иностранному языку. И для этого наше издательство предлагает вам линию учебно-методических комплектов «Синяя птица», которая начинает изучение иностранного языка с пятого класса и заканчивает в одиннадцатом классе. Давайте посмотрим авторов данной линии. В пятом классе это Эда Моисеевна Береговская, Татьяна Васильевна Белосельская. С шестого по девятый класс это Наталья Алексеевна Селиванова и Алла Ютмешашурина. А с десятого и в одиннадцатом классе авторами являются Елена Яковлевна Григорьева, Екатерина Юрьевна Бермачева и Марина Романовна Лисенко. В данный момент на экране вы можете увидеть обложки учебников линии «Синяя птица». Пятый и шестой классы у нас представлены в двух частях. Седьмой, восьмой и девятый класс в одной части. Напоминаю, что учебники с пятого по девятый класс включены в федеральные перечения. А учебники для десятого и для одиннадцатого класса являются учебными посольными, которые полностью выполняют функции учебника. Ну и что хотелось бы сказать про этот учебник. Наверное, вы все знаете, что это самая популярная серия учебников по французскому языку. Это результат сотрудничества издателей России и Франции, совместных российско-французских авторских коллективов, государственных структур России и Франции, МИДа Франции, Министерство образования России и посольство Франции в России. Ну и также за создание этого учебника мы благодарим Международный центр педагогических исследований в Севере, в Париже, в Франции. Так, и основные характеристики данного учебника это то, что эти учебники являются первыми в истории, которые разработаны совместными авторскими коллективами. Они имеют преемственность и завершенность в обучении французскому языку на всех этапах обучения. Современная концепция обучения французскому языку, которая теперь нашла свое отражение в государственном документе, федеральным государственным стандартам. И, конечно, главное это то, что по этому учебнику учащиеся овладевают коммуникативной компетенцией, формируют способность и готовность вступать в межкультурное и межличностное общение представителями французской культуры. Применение коммуникативно-деятельностного подхода в обучении французскому языку – это тоже одно из основных отличий учебного курса «Синяя Критка». Подробнее хотелось бы отметить, что в учебнике представлен сбалансированный комплекс обучающих, развивающих упражнений, которые позволяют сформировать основные компетенции – говорение, чтение, письмо и аудирование. Каждый блок-модуль имеет чёткую структуру, а разворотный принцип позволяет очень лафонично строить урок. Также, я думаю, вы знаете, а кто-то, может быть, откроет для себя то, что в учебнике есть сюжетная канва, так называемая сценария учебника. Так, например, в шестом классе это героиня Жюли и её одноклассники. А в девятом классе нам предлагают совершить виртуальное путешествие с российскими школьниками, которые отправились в Париж. Особая форма – подача страноведческого материала, который способствует формированию социокультурной компетенции. Ну и также в данной серии ОМК при определении объёма и отбора страновической информации авторы отдали предпочтение коммуникативным, активным, страновическим знаниям, которые способствуют развитию навыков общения на иностранном языке. И, конечно, учебники удовлетворяют познавательные интересы учащихся, расширяют их лексический запас, формируют когнитивную познавательную компетенцию, является дополнительным мотивацией к обсуждению, сравнению и дискуссии. В учебнике очень много изображений и диаграмм, которые побуждают учеников войти в диалог и в дискуссию. Расширяется диапазон знаний о стране изучаемого языка, поскольку в учебнике достаточно большое количество астрономического материала. Ну и, конечно, учебный процесс по усвоению французского языка настроен на диалог культур между Россией и Францией. И давайте посмотрим на состав. Учебно-методических комплектов в них входит учебник, рабочие программы, рабочая тетрадь только в пятом классе и книга для чтения только в пятом классе. С шестого и далее у нас идёт сборники упражнений. Также у нас входит в каждый учебно-методический комплект книга для учителя, аудиокурс. Алфавит и электронная форма учебника. Обращаем ваше внимание, что в 2018 году в серии «Синий птиц» редакция планирует выпуск новых учебных пособий, которые будут называться контрольные задания. К пятому и шестому классу, к седьмому и восьмому классу и к девятому классу. Также хотелось бы подробнее остановиться на составе учебно-методических комплектов для десятого и для одиннадцатого класса. В них входит учебник, рабочие программы, сборники упражнений, книги для учителя, аудиокурс и электронная форма учебника к учебному пособию. Напоминаю то, что учебные пособия для десятого и для одиннадцатого класса, они полностью выполняют функции учебников. Они были выпущены у нас в апреле 2018 года, а в июле выпущены сборники упражнений для десятого и для одиннадцатого класса. Ну и, конечно, хотелось бы сказать то, что учебники «Синяя птица» для десятого и одиннадцатого класса созданы с учетом требований непрерывности и преемственности в обучении по предмету. Учебные пособия завершаются разделом «Эволяйсион» и по окончании десятого и одиннадцатого класса учащиеся достигают уровня B1 и B1+. Ну и еще одна наша линия, которая пользуется также большой популярностью, это линия учебно-методических комплектов «Встречи» для седьмого, восьмого, девятого класса. Авторами этой линии являются Наталья Алексеевна Селиванова и Алла Юрьевна Шашуриной. Учебно-методический комплект «Встречи» позволяет изучить французский язык как второй, а иногда даже как третий иностранный язык. Особенностями этой линии является то, что это совместный проект двух изданий – «Просвещение» и «Клеинтернациональность». Издание полностью соответствует федеральному государственному стандарту. Продуманная система тренировочных упражнений и творческих заданий позволяет в интересной форме изучить французский язык. Главным приоритетом этого издания является воспитание поликультурной и многоязычной личности. Аудиоприложение к учебным пособиям и сборникам упражнений позволяет вывести на нужный уровень такой аспект иностранного языка, как аудирование. Ну и также нужно отметить то, что этот учебник, эта линия выводит на уровень А2+. В составе этого УНК учебник, рабочая программа, сборник упражнений, книга для учителя, а также аудиокурс к учебнику и аудиокурс к сборнику упражнений. Ну и, конечно, электронная форма учебника. И на этом у нас заканчивается рассказ о наших линиях, и мы переходим к тем сериям, которые помогают нам подготовиться к экзаменам. Конечно, во-первых, хотелось бы сказать о серии «Готовимся к экзаменам». Эта серия – такой эффективный комплект для последовательной подготовки к государственной аттестации. Она включает в себя три пособия. Это французский язык сборник тренировочных заданий «Готовимся к ОГЭ», французский язык «Устная часть», тоже подготовка к ОГЭ, и «Устная часть» подготовки к ЕГЭ. В 2018 году редакция планирует выпустить следующие пособия. Пособия по письменной части по подготовке к ЕГЭ, а также сборники устных тем с 5 по 9 класс и сборник устных тем с 10 по 11 класс. А также, что касается подготовки к экзаменам, то в 2018 году выйдут переработанные учебные издания по проекту «Я сдам ОГЭ» и «Я сдам ЕГЭ». Почему переработанные? Потому что в них обновлены все тренировочные задания, а также обновлены два варианта проверочных работ. Эти сборники включают в себя пошаговую разработку, пошаговый разбор всех заданий экзамена, также тренировочные упражнения и два полноценных варианта дублирующих экзамен, которые позволяют учащимся увидеть структуру экзамена, узнать, сколько времени потребуется для выполнения того или иного задания. Ну и, конечно, в сборнике включены металлические рекомендации, ключи, ответы, аудиокурс и текст для аудирования. И, конечно, мы не забываем про наш сайт. Не забывайте заходить туда, чтобы скачать аудиокурсы, рабочие программы, книги для учителя, а также те материалы, которые доступны для скачивания в электронном виде. Для того, чтобы скачать, вам потребуется зайти на сайт, перейти по вкладке «Французский язык». Далее вы выбираете необходимую линию и необходимый класс. Если вы перейдете по необходимой линии, то вы найдете книгу для учителя, рабочие программы и аудиокурсы. Только нужно будет, если вы не зарегистрированы еще на нашем сайте, то нужно будет зайти и зарегистрироваться. А также, как вы видите, есть две такие вкладочки. Это вкладочка «Интернет-магазин» и «Каталог». Если вы перейдете по вкладочке «Каталог», то вы также сможете скачать аудиоприложение книги для учителей и рабочие программы, то есть есть два способа. Первый – это через вкладку «Французский язык». Второй способ – если перейти по каталогу. И, конечно, все учебники, учебные пособия доступны в официальном интернет-магазине издательства «Просвещение». Адрес этого интернет-магазина вы видите на своем экране. Также можно перейти по той вкладке, о которой я говорила чуть-чуть раньше. В интернет-магазине вы можете заказать или купить необходимое вам пособие. Также хотела бы обратить ваше внимание, что с большим количеством запросов на дополнительную печать, а также малотиражной и не входящей в федеральный перечень продукции по иностранным языкам, в электронной каталоге есть форма предзаказной печати. С помощью этой формы вы можете сделать предзаказ на печать не только по французскому языку, но и по другим иностранным языкам. Издательство «Просвещение» осуществляет прием заказов на печать и организует их в пополнении. Нашими партнерами являются такие магазины, как «Узнайка» и интернет-магазины «Лабиринт» и «Озон.ру». Также хотела бы осветить наш сайт по иностранным языкам – inyas.rosv.ru. Посмотрите, пожалуйста. На этом сайте вы можете найти интересные статьи, а также новости, редакции и новости по иностранным языкам. Здесь также публикуются наши анонсы. Хотела бы обратить внимание на то, что мы есть не только на сайте, но и во всех социальных сетях – в Инстаграм, в Фейсбук и Вконтакте. Заходите на данные странички, следите за нашими новостями. Так, и последнее, что хотела бы спросить – это то, что бы вы хотели увидеть в будущем в наших пособиях. Поделитесь, пожалуйста, тем, чего вам не хватает в данный момент, каких пособий или, может быть, заданий. Пишите вот рядышком в чате сообщения. И пока что вы пишете и думаете, я хотела бы анонсировать, что сейчас в издательстве посвящения проходит конкурс статей для учителей по французскому языку «Обучаем французскому языку из опыта учителей Российской Федерации». Конкурс проводится с 15 мая 2018 года по 31 августа. Участие в этом конкурсе бесплатное. Авторы статей получают сертификат об участии и о публикации. И я вас очень прошу найти время и написать небольшую статью. Там мне нужна не длинная статья, прям такая огромная, а небольшая всего на пару листов формата А4. Все требования вы найдете вот на нашем сайте, который вы видите на экране. Если вдруг у вас не получается найти на наш сайт, то вы можете написать на электронный адрес нашу редакцию. Телефоны и адреса электронной почты вы видите на своем экране сейчас. Или вдруг вы не успели что-то спросить, а вам очень нужно узнать, то также можете обращаться, написав на эти электронные адреса или позвонив по телефону. Ну и, конечно, я желаю всем удачно и успешно догулять эти последние деньки лета и подготовиться к началу нового учебного года. Так, сейчас мы смотрим, есть ли у нас какие-то вопросы. Вопросов нет, поэтому я благодарю вас за внимание, за то, что вы выслушали наш обзорный вебинар по всем новинкам и по всем изданиям французского языка. Будьте активнее, всего доброго. До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!